всем привет дорогие друзья другие подруги здрасте бритьё 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 да на этот раз вот таких вот необычных условиях недолго сумевшись и решил я переехать переехать и сделать отдельную студию потому что во первых здесь будет больше свободы для творчества а дома когда ты занимаешься всеми этими вещами но все-таки ты домашних напрягаешь кому-то в это время надо в ванну зайти облом с там владимир викторович видео снимает кому-то там на кухню надо кому-то еще что-то но всякие вот такие обычные домашние бытовые мелочи понимаете да но здесь ты никого не напрягаешь сам перед собой в ответе ну и простор для творчества пока успел сделать немного вот несколько полок хотя бы хоть что-то расставить не все но хоть что-то но цвет старый еще пока использую кстати как получилось не получилось скажите пожалуйста просто свидетель из меня еще тот но хотелось бы чтобы вам было приятно на картинку смотреть но и тут много еще чего зеркало например сегодня специально должны были привезти не привезли привезут чуть попозже ну постепенно буду все усовершенствовать и совершенствовать хотят то чего тут никогда не усовершенствуешь это то что здесь нет канализации воды но в смысле как в этом помещении нет то есть так вот чтобы найти вот как я раньше забор мыло над раковиной снимал не получится придется использовать какую-то отдельную посуду но за стенку сходить это не велик труд так что я думаю как нибудь из чашечкой с баклашечкой на первых парах как-нибудь обойдемся ну и как это все будет выглядеть я не знаю здесь зеркала еще даже нет сегодня будем бриться через камеру но чтобы все это отпраздновать ознаменовать и так сказать фейерверки попускать во-первых переезд во-вторых у нас к мужскому выбору у нас к опасной бритве добавился еще один магазин это костя с ганзы я его давным давно уже показывал наверно костю с ганзы знают все у кости с ганзы можно найти все чего нет спрашиваете у кости вам достанет как вот от такого прайса до такого прайса на любой карман на любой вкус там чего только нет кстати за последнее время подрос хорошо так вот сегодня и от него будут кое-какие вещи так что а и самое главное пожалуй это наверно ну уникум уникум потому что сегодня на обзоре будет благодаря сергей сергеевичу станок который совершенно неординарный в каком плане великолепное качество охи вздохи практически каждый ну там больше половины точно кто его попробовал но выражают свои восторги есть люди которые с первого раза его не распознают но тем не менее потом распознают и влюбляются есть люди которые его не приемлют и продают но насколько я понял таких меньшинство подавляющее большинство его нежно трепетно и беззаветно любит это розорак фундарбар вот сегодня он будет на обзоре есть авто шейф который призван заменить заменить синий флойд и как он сегодня покажет себя благодаря магазину мужской выбор тоже будет очень интересно посмотреть есть еще очень 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 интересный помазок когда его взял в руке ческать подах удивился очень потому что так он прям ух торкнул в мыло 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 замыло шо говорить баррестерам знают все кто не знает баррестерам поднимите руку вот я же говорил все знают никто не поднял так что ребята сегодня оторвемся вы на крупный план смотрите все в тихах и песнях подробно я начинаю вы догоняете предметы нашего сегодняшнего обзора теперь обо всем по порядку ну конечно же начиная с бритвой ну что ж друзья давно я мечтал что на канале появится это непростая бритва и вот наконец она свершилась перед вами трех составная безопасная бритва розорак вундарбар которая появилась на канале благодаря сергей сергеевичу за что ему огромнейшее спасибо бритва выпускается канадскими мастерами при покупке вам предлагают пять вариаций разных ручек четыре из них будет из нержавейки одна титановая это номер два нержавеющая называется супер но вес самой ручки 112 грамм при диаметре 13 миллиметров и длину 90 посмотрите как она шикарно выполнена накатка качественная трехзонная разделена вот такими полированными кольцами в руке чувствуется что будет сидеть нормально нет такого что как бы на эти цепляет за кожу ясно ощущается насколько она будет эффективна в работе покажет только время но визуально визуально конечно же это вышек классно просто хорошо сама голова тут уже две части вы сергей сергеевич точно также есть прокладочка уберем ее пока сторону вот такая же про . под шайбочку поэтому она сразу не вытащилась на нижней плите все необходимые надписи розорак канада и тут еще что-то мелко мелко вундербар вот мелко мелко не вижу как бы это не серийный номер и сверху посмотреть как она сделана эстетически по форме в голове вопросов быть не может от слова совсем все красиво все замечательно но все-таки я тут нашел один момент с которым хотелось бы с вами поделиться и проконсультироваться дело в чем когда замерял голову то по ширине по длине вернее наказал 43 миллиметра ну понятно уж и торчать не будут но с шириной шириной есть вопросы она варьируется и с чем это связано я честно сказать понять не могу если на концах она практически 25 и 9 почти 26 миллиметров что для меня несколько удивительно и привык больше 25 и 5 то посередине здесь смотрите что творится так поставим правильно ровненько 25 и 4 минимум которые намерил это было 25 и 3 то есть перепад в пять десяток достаточно серьезно я не пойму из-за чего это я не считаю это браком я просто хочу понять как дело в том что если бы это обработало все на станке чпу то здесь бы везде было равномерно то что заложили при работе допустим 25 и 9 как здесь и везде было бы 25 и 9 откуда же может появиться этот провал вот чисто логически вот как и я могу себе предположить и жизненный опыт подсказывает такой провал может получиться только в одном единственном случае если я что-то прямое беру а потом так раз заворачиваю тогда естественно по краям остается прежний размер а в середине он просядет неизбежно просядет потому что мы закручиваем здесь у нас смотрите форма непростая отсюда у меня предположение так чё-то такой черненькая или чё это резина какая-то отсюда у меня предположение что изначально эти плиты делаются ровными ну то есть как найти как обычно как для обычной тэшки а потом в некоем то ли прессе то ли зажиме то ли в какой-то приспособе берется это вот так и слегка скручивается насколько я прав или не прав я не могу судить на что я не знаю всех тонкостей производства именно этого станка но на это похоже очень сильно что это не вытачивается вот так косо делается прямо потом тырц вот так заворачивается и вот как повернулась так и повернулась надо взять на заметку интересное решение но судя потому что здесь провал то и в гапе это должно тоже страдать как это сказывается в брите по отзывам да вроде никак вот что сегодня меня ждет ну вот это и увидим и так верхняя плита посмотрите торжество технократии посмотрите как сделано и невольно понимаешь почему это бритва стоит 130 баксов ну и здесь тоже конечно здесь провалов я не обнаружил девятнадцать селу так девятнадцать ровно еще раз 19 перед серединочку давайте так ну то есть видите это касается только нижней плиты ну что ж давайте собирать а кстати еще один момент прежде чем соберем я хотел бы показать дело в том что у некоторых пользователей возникают вопросы другие ручки насколько они подходят к этой бритве в некоторых не подходят после нескольких витков начинают буксовать и там явно закусывает вот воевода вполне себе нормально адекватно хорошо идет ну и еще одна наша ручка все работает поэтому те ребята у которых ручки не находят смотрите что производитель что за производитель и какая у них там резьба судя по всему канадцы используют стандартную резьбу в брите это м5 шагом 08 лезвие лезвие захотел поставить сегодня пол сильвер почему ну хотя сергей сергеевич предупреждал горит станок зубастает и горит там чуть мягенькая ставь наверное потому что уж больно хорошо black off с май шейва о нем отозвался он когда писал когда побрился вот этим вот станком и играть но так не прям хорошо стало прям ну ну black off вообще много не пишет ну то что он написал было понятно что он кайфанул так иди сюда разобрали установка естественно никаких трудностей у вас вызывать не будет тут же добиваем колечком до самого конца никаких затруднений понятно что лезвие прогибалась когда мы закручивали потому что форма смотрите какая но тем не менее прошло все это без . без задоринки без каких-то так нависки щелчков давайте уже наконец посмотрим что это нам покажет и сверху ну эстетически конечно ребята ощущение одно канадцы молодцы это достойно выглядящие элитное изделие по части мельнопутырных у нас сегодня будет аж две штуки которые были посылки от александра салопали которые я до сих пор еще не достал но вот сподобился наконец-то первое но это конечно будет его при шеев при шеевые дающие продукцию александра конечно люблю и уважаю но эту особенно почему из-за той ароматики которым здесь заложил вот эти вот восточные прелести а восточные пряности ну прелести тоже подойдет нормально я от этого запаха настолько в восторге и настолько неравнодушен что просто меня бомбит во все стороны что от мыла что от пришли его так что вот сегодня этой штукой попользуемся а мыло будет сегодня просто феерически бомбическое почему но и не только потому что это баристер мэн это кстати тоже посылки александра может быть еще и потому какая нота и что здесь заложено из чего это мыло сделано почитайте пожалуйста кому это интересно мы вы изготавливаются в америке и здесь здесь очень интересны люди которые сделали это мыло описали этот аромат я наверно полностью все не воспроизведу поэтому я сейчас вот буквально прочту что там написано зима особое время северной части штата нью-йорк открывает сезон оленей люди топят свои деревянные печи горы покрываются шапками сверкающего снега но то что еще более захватывающие чем любые из них снегово снегоходные маршруты снова открываются промис ода этому самому волнующему времени года запаху теплого напитка из термоса во время прогулки друзьями ноты апельсина бергамота пронизанной теплой настоя теплотой настоящего меда лактона виски не знаю кто что такое лактон кто знает что лактон скажите пожалуйста торфа и мускатного ореха завершение мы добавили странный резиновый индустриальный характер молекулы высококачественного шафрана чтобы придать аромату ощущение будто вы имеете а идете по тропе с салазками на холостом ходу обещание это кусок северо-восточной зимы пусть идет снег ссори за машинный перевод так бегло по-французски по английски я читать не умею ребята вот после этого описания понял что те люди которые делают это мыло кстати твердая они по это не только в этом они по это еще и в описании красавцы от себя лишь могу сказать что запах чумачечья просто чумачечья меня равнодушным не оставляет одна беда какая же дозировками у этой компании все нормально по 150 грамм бузу и тому все хорошо все зашибись 4 унции но они часто меняют линейку а то что уже производили уже достать практически невозможно например если вы сейчас на сайт этой компании зайдете то мыло это хрен то там вы его не возьмете увы и ах ну а все остальное все остальное нормально вот с этим сегодня будем брить а поможет нам ребята великолепная чудесная раз прекрасная внешне как в работе не знаю изделия от компании симпсон английская компания производит по мазке уже не первый год и они уже на этом не только по моему собаку но и барсука уже съели а сегодня у нас в руках парни синтетика от этой компании которая называется сейчас скажу трафальгар трафальгар синтетический он появился на канале благодаря сайту вернее константину асганзы на его страницах можно найти ну все если чего то нет говорите с константином он достанет как он это достает я не знаю но есть у него все и на вот такой кошелек и вот на такой кошелек на всякие кошельки в том числе и вот эта красота вот эта красота представлена там двух вариациях на 23 миллиметра узел диаметром и на 26 перед вами 26 миллиметровый заряженный болин красавец как я хочу чтобы он нормально работал потому что выглядит он просто бомбически на ощупь он бомбически на на но он на все бомбически я хочу чтобы он брил я хочу чтобы он хорошо делал пену вот это мы сегодня с вами и узнаем надо полировать за полировать у нас сегодня будет эпсилон эпсилон который появился на канале благодаря магазин мужской выбор ребята неоднозначная штука эта штука не родилась сама по себе почему-то эту штуку решили создать чтобы заменить тот голубой всеми известный авто шейф который давно уже не продается и которые все хотят купить если его сейчас можно взять потом за какие-то совершенно неприличные 30 40 баксов за которые он нафиг никому не нужен так вот решили сделать вот это ну и как бы а вдруг почему бы и ничего состав состав нигде не пишут если увидите я вам здесь могу показать но мне кажется вы фиг увидите потому что все прозрачно и не пойми чё он не дорогой не дешевый за бугром 400 миллилитров можно взять где-то в районе 15 евро 100 миллилитров можно взять магазин мужской выбор там стоит по-моему тысячу рублей то есть как бы достать его можно пока еще но вот синий флойд заменит ли он его сможет ли он с ним конкурировать некоторые считают что да некоторые считают что он рядом не стоял некоторые считают ну похоже но вот там чуть-чуть что-то там маленько не хватает чего не хватит ли хватит нам узнаем мы с вами сегодня пока я даже вот видите вот ссылку проводит эту порвал даже открывать его нафиг не буду вот свар вот как побреемся и вот так вот сразу же первые впечатления вы и получите все с этим разобрались но теперь самый раз пойти бриться пальцы шли побреемся ну вот как то так я пожалуй очки сниму потому что здесь кольцевая подсветка для камеры она вам наверно там фонит как надо да ребята кольцевая подсветка не поленился заказал довольно распаковки наверняка уже видели кстати кто думает о такой слабенько слабенько насчет помощнее и так первым делом на что мы сделаем это конечно же на президент нанесем пришив от александра слова поле который я уже вам показал люблю эти восточные прелести так пахнет но это наверно больше для людей которые от восточных пряностей от восточных ароматов вот от буйства вот этого всего знаете еще не такого буйного как на экваторе а вот уже достаточно разнул данного гораздо больше чем у нас сибирских суровых краях вот для тех людей кто любит вот такие ароматы да вот это вот прям восточные пряности восточные сладости как вот эти прелести они будут очень хорошо сейчас пока это великолепная штука работает мы с вами сделаем пену у меня тут совершенно случайно оказалась подходящая посуда чистая ребята чисто все нормально в одной из то что побольше у меня салфетка ручатная на сразу же и начнем было про которым уже говорил так бликует так нормально я думаю что одного слова в той песне который на крупном плане я вам прочел помогут просто намочу это стряхнул не замачивать хотя синтетика кто ее замачивает одного слова все-таки наверно в этой песне не хватило это анис есть он там или нет я не знаю но я его там почувствовал и такая знаете вот он не массирована он толикой он нотой он акцентом там проходит и вот то все что там есть все что на обещано было она все есть она все есть ребята плюс ваше воображение ваше личное восприятие каждого аромата дорисует то чего там нет и по факту получается там просто шо пипец запах вот действительно пожалуй только хруста снега под ногами не хватает и все он шикарный я вообще не знаю зачем я вот этим занялся потому что тут занялась всем махом то ли помазок такой активный то ли мыло такое знаете заскучала уже дайте скорее мне поработать эту счет пены буду делать короче все произошло очень быстро дальше я это продолжать все не буду я уже наверно сейчас сразу за компрессик возьмусь ну и будем бриться для любителей от самовер так ну иди ко мне прямо на пришейф александра так давай парни вы сейчас не видели мне нам поцелом ножка вот так задержалась от удовольствия просто реально вот компресс конечно и ощущение плюс еще необычных потому что как бы ты привык стоя до перед раковиной также смочить лицо например те кто условиях ничего сложного а вот в этих амбассадор или как-то там называешься трафальгар трафальгар ребята запомните симпсон трафальгар запомните это имя это это да мы думали но еще делаем все это работать в этом плоскости недорогих синтетик ну чтобы людям что подешевле ну еще повкуснее вот этим с этим надо будет побороться еще мудрится но тот узел который я уже выбрал он не только отличается другой какой же этот хамбур а я верю она у нас все таки до конца помолчу сейчас вот давайте делаем пену и в конце лучше выскажу свои впечатления ну в камеру конечно это не предел мечта не бриться потому что учетом окошко маленькой да я еще слепенький не вижу нифига вот зеркало придет вот тогда мы с вами побреемся согрел голову ну покажите магию не вот так наверно ну так не лучше все равно не видно нифига без очков нормально а я боялся ну знаете я вот сам такой поэтому я вот так в это верю как на самом деле у вас всех ну может быть у кого-то точно так же у меня вы когда берете помазок в руки вот первых движений уже начинаете понимать она не она ваша не ваша нравится не нравится там много времени не надо и когда бритву берете в руки особенно если вы угадали с лезвием вот за эту связку я уже говорил хочу повторить я благодарен блэк оффу потому что он морлыкал там в своем сообщении когда писал что вот брался вундербаром полсиллером но она я промаз про помазки не случайно сказал потому что если с помазком то вы быстро понимаете но не она с бритвой может так и не быть ну поставили вы к примеру не то ли же которая будет идеально в этом станке и всего впечатление испорчено нет пожалуй все таки ой чего там творится блин жуть ну это единственное бритье потом уже будет зеркалом там зеркало будет побольше уже будет получше видно следующий проход так намочу в лицо подскольжение великолепное снял ну несмотря на то что некоторые я пришел скал ноги своих сообщениях на форумах я несколько форумов пробежал грешили на станок что он зубастый но с этим лезвием он на зубастого не тянет он пока хороший хороший посмотрим что будет дальше тот объем который прощупался на крупном плане помазок дает легко но в бритье он еще показывает и упругость не упругость дуболома из стержня посередине упругость объемную то есть она и в работе хороша и легко контролируется на раскоряку уходит легко стержнем вас тыкать не будет в кисточку переходит также легко хорошо отрабатывает как в режиме кисть так и в режиме массаж в раскоряку но та бархатистость которую он показывал на крупном плане и которая заставила меня подумать что даже ух чур меня чур мюля что ли синтетика не не мюля не синтетика он хороший такой какой он есть вот ну не мюля синтетика это точно да блин парни я больше уверен что большинство и вас уже по резу научилась определять то есть вот как как идет рез и вы уже понимаете что это за станок и что это за связка если до конца бритья ничего не случится экстраординарного блин это будут сплошные эпитеты мы посмотрим еще в конце концов не вечер мыло на лице шо мама не гори я не знаю каким боком здесь во всей этой прекрасной песни участвовал пришив от александра салпали но ребята вкусно пока все вкусно если честно я вот за все свое время сколько перепробовал масел пришивав но может быть за 12 могу сказать с точностью на сто процентов что я заметил как они работают остальные вот начиная с прораза я их люблю я их использую когда доводится конечно но я не могу акцентировать сюда вот смотри вот видишь от прораза пришел взял и вот ништяк прям вообще классно сразу там ух и там вот это даже пердеть перестал фиалками запах нет такого нет просто я это использую потому что это пришей в потому что мне это нравится нравится его употреблять нравится его запах и все вместе получать конечно хорошо но точных граней шоу а вот с пришивом вот-вот про прораза я так не могу сказать но пара тройка есть которые это примут заметно хорошо сейчас самое главное на третьем расслабиться а то кайфану рука предательски дрогнет и иди потом кишки с камеры вы крови с камеры отмывай но поехали 3 иди кишки и 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 так ответственный такой момент не хотелось было жануть так что я с вашего позволения окуляры нацеплю но это мои стандартные напевы компресс авто шейф алё-алё кое-какие минусы уже выяснились подобного способа бритья на споласкивание инструмента надо два ведерка брать одного мало или одно широкое но лучше 2 ну и конечно бегать сидя комната полоскать так все пошли к кровати ух ты и ребят вот вам верный способ сэкономить на барбар шопе полтора косаря ли сколько там почем они что там делают можно все это делать дома самому не честно сказать вот в таком бритье когда ты не ванной а вот где-то в другом месте и на отшибе но есть какой-то свой такой знаете резон так давайте сделаем как положено вначале нанесем авто шейф и посмотрим уже что это такое крышка с контрольным первого вскрытия повторюсь вот эти вот все вещи прекрасные с европа к нам нельзя там прямо на сайте пишут нельзя не доставляем как вячеслав мужской выбор умудряется все это таскать я не знаю но слава богу такой фунфирик 100 миллилитров смотри как трясется не бодро сможете контролировать сумел все это привести ох ой ну во первых не поорать во вторых ребята давайте самих себя уважать чем мы уперлись в этот голубой флойд вот продают его сейчас там по 40 50 баксов за 400 миллилитров такому он усрался такие бабки это всего лишь авто шейф да неплохой до свое время разрекламировано той числе и мной я тут про него дифферамбы такие пел что сейчас ну было время все мы меняемся время течет время изменяет по смену чему-то хорошему приходит новое хорошее еще более лучше может быть не такое хорошее как было ну всякое приходит так вот а кто с какого перепугу вообще решил что вот это надо сравнивать с флойдом зачем для чего ну начнем с того что это не флойд все-таки это не флойд но он черт возьми не хуже флойда как бы даже не круче знаете в чем прикол вот этот запах сам по себе он какой-то симбиозный он это 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 и пряность это и праздник это и та самая бирюза которая недвусмысленно обозначается на флаконе в от моря от моря здесь вообще нет ничего даже на понюшку табака но все равно вот это вот знаете вот это адриатика вот это вот восточная не восточная что-то средиземноморская что-то она там чувствуется здесь есть и пряность здесь есть и какие-то древесные ноты несомненно и что-то такое тара от оранжа там тоже здесь есть здесь очень много интересных вещей по намешанные вплоть до того что даже криволки с этими с красными какие-то попугаи вот эти вот которые вот летают орут и матерятся и с такими вот клевами вот даже вот они в голову лезут тут все есть зачем это зачем не надо ничего вот хорошая вещь кто хочет кайфануть пожалуйста берите и забудьте про этот флойд когда появится по нормальной цене по пролетарской по христианской ну тогда поговорим а часто смысл плюс ко всему моментально сохнет плюс ко всему на лице остается великолепный бархат и тут самое время поговорить о том как мы с вами побрились ну хочу сказать спасибо двум мужчинам 1 сергей сергеевич сергей сергеевич огромное тебе спасибо за то что позволил вот это вот жемчужину показать людям самому попробовать это достойный инструмент но и второй мужчина это блэков ему хочу сказать спасибо за то что он делится своей мудростью с людьми и не поленился на своем сайте написать что он побрился этим станком с иди сюда ты куда делаешь блин темноте не найду нифига ребята с пол сильвером короче сергей талисман успех попался этот куда-то пропал пол сильвер хотя сергей предупреждал ставь самое мягкое что у тебя есть самое мягкое которое люблю конечно павел следующая самая мягкая которая люблю это зеленый астр но там с ограничениями потому что восемьдесят девятой главе для меня зеленая астра это кирды кагай и там все туши свет но пол сильвер я никогда его не отношу к мягким лезвиям для меня это всегда было среднее мягкое ну смотри как практически во всем среднем вот если дать допустим от единицы до десяти все лезвия раскидать в десятке то у нас физер единица это рпл то пол сильвер вот астра автор для меня где-то примерно двоечка троечка пол сильвер ну четверочка где-то так такой ударник хороший персона но персона это уже пять шесть пять шесть это уже вот так вот пошло но в любом случае пол сильвер не мягкий и как же он здесь великолепно отыграл это во первых никакой зубастости прогнозируемость полностью на всех проходах то есть вот как ты вел так ты понимаешь что ты делаешь интуитивное выставление угла реза ну я думаю даже не стоит об этом говорить потому что в принципе то но это должно быть у нормального станка ты вот поставил ты сразу чувствуешь как надо бриться в любом случае ты это делаешь всегда когда резюме когда брить и тебя само удовлетворяет вот когда ты бреешься тебе что-то там как-то уже не так особенно найти часто бывает на первых проходах и ты тогда уже начинаешь искать что-то другое и многие переходят допустим обретет крышки так вот здесь не надо ничего искать здесь просто берешь им просто бреешься станок хорош вы знаете я даже наверно не побоюсь и скажу что насколько аслантов попробовал ну может быть не больше десятка это начиная от наших раритетных фазан и но это немецкий конечно не наш сколько того часто ты файл попеределали и прочее прочее про 37 и розороковский 37 начнем с того что их не отличаю что один что другой для меня практически одинаковые но может быть разороковский вам чуть-чуть там зубастит ненамного вот если вот искать найдете а если не искать то и не найдете это зубастость 1 это 1 из 1 бочки наливали так вот это самый лучший сламп самый лучший самой мать его агрессивный вот самые агрессивные это не значит что он в бритье агрессивная эффективность у него хорошая то есть вот bbs с легкими проблесками дфс а да вы найдете но я в некоторой степени списывать все-таки на условия тут на чемоданах не переехали тут видно плохо тут каждый раз пялился в окошко так что если бы зеркало нормального я бы еще и лучше побрился но при этом чудесно и самый агрессивный секс лантов которые я видел фазан вот тут не берусь на сто процентов утверждать то что фазан сам по себе такой знаете серьезный инструмент но там надо посмотреть надо посмотреть вот если в лоб лоб их сравнивать вот там надо посмотреть а вот что за 37 за остальные так бабки не ходи этот агрессивней тем мягче всяко разно мягче станок чудесный по весу по балансу по удержаемости вес для меня ну 100 140 грамм для меня хороший вес он вписывается в эту парадигму для тех кто хочет потяжелее ну конечно это не вариант у таких людей немного для тех кто любит там полегче 67 грамм и кто тяжелее карандаша в руках ничего не держал ребята он будет тяжеловат маленько тяжеловат во всем остальном цепкость отлично бритья отличный не титов что вот это вот сразу мне покоя не дает почему у него провал вот здесь посередине я далек от мысли что это брак люди которые изготавливают такого качества изделия такие оплошности не допускают но в то же самое время не могу поверить что это люди специально задумали сделать здесь специальную такой провал на пять десяток но это тоже как бы нонсенс его еще умудриться надо сделать неужели на самом деле берут вот так вот и скручивают я-то по простоте душевной вот по своей сермяжности все время думал что это вытачивают из куска металла но ведь возможно же и другое да действительно выточили но ровный обычный нормальный так кстати точить проще на станке а потом и чуть-чуть и загнули но тут вступает сапромат и все остальное химия механика и физика и прочее прочее загнуть то ты загнешь а на какой угол и как этот угол сделать постоянным плюс ко всему нержавейка это все-таки как ни крути металл еще и упруги металл то есть он еще и отыграет если все-таки загибают то как они это делают со всей регулярностью что в каждой парке все одинаково вот если загибает тогда да тогда этот провал пять десяток объяснить можно по-другому я его никак не могу объяснить вот если у кого-то могу больше кто-то умный ребята кто разбирается в этих вещах подскажите потому что вот у меня мозгов уже все последний потерял не могу понять почему здесь провал пять десяток но станок понравился откровенно понравился цена 130 долларов по кайфу по кайфу тут и вот это вот по кайфу реально по кайфу да на базаре два дурака один продает другой покупает вот вот продают они за 130 ну и молодцы молодцы давайте скажем спасибо что не за 150 но все равно меня радует реакция наших всех ребят нету такого что о 130 допускай подавится дорого там недорого давай дешевле там да нет такого нет самое самое такое вот которая прочел на форумах не на одном это человеку хочется вот у 30 баксов и вот он а где вот ребята можно взять подешевле но ему там и отвечают типа тому хочешь подешевле там вот записывайся акции устраивает видишь я ломится тебе счастье но думаю это не нынешний вариант и не для сегодняшнего расклада потому что их сейчас по сайте нет все нафиг распроданы но все таки есть ну вот 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 есть может выбор не поленился зашел посмотрел там ребята это есть правда стоит как вы понимаете но зато есть кому интересно станок зачет давайте дальше мыл мыло великолепно спасибо еще раз александру сова поле за то что подогнал вот эту вот штуку я честно сказать сколько уже ну штуки 3 4 5 на аэробаристов нормально поперепробовал ни одного среди них нет такого чтобы как-то середнячком прошло ну . незаметно так я вот тут подстают и бресь а я потом уйду нет все они почему-то вызывают восторг феерию и просто ну радость какую-то столь и он сейчас от например с определенной вероятностью 100% не могу сказать откуда вот у меня вот вот этот нежная шагрень на лице то ли из-за этого то ли из за этого то ли то ли из за этого из-за чего не знаю но вот по совокупности фактов то что сегодня он бобрился у меня на лице сейчас у просто шагрень детское шагрень и мне это радует и это нравится плюс еще этот подлет постарался, сколько смог, снял хорошо и я вот просто сейчас вот сижу в хорошем настроении вот все-таки вот мыло мыло зачетное, ребята, не дешевое ценник у них там, по-моему, где-то за 150 грамм, это 16 до 20 с копейками, там 26, 28 а может и больше еще, но оно того стоит тем более учтите, это быстро не расходуется, это надолго тем более, если вы 3-4 штуки в обороте имеете, так что вам это хватит нормально, ну и помните выбирайте тщательно, потому что то, что вы взяли, второй раз с определенной долей вероятностью процентов 90, хрен вам удастся повторить, потому что когда оно закончится то все уже продадут будут выпускать новое, вы придете сказать, а вот где, я вот такое брал дайте мне баночку, килограмм свести увы, не мая, все раз продадут и снова делать не будут, уже делают что-то новое, вот такая компания помазок ух ты, я же тебе вытер хорошо, что мне в глаз так вот кто б сказал, да, вот синтетика лезет, вот я бы не поверил а вот бывает так вот, помазок авансом, авансов я ему раздавал, ну где-то баллов на 10 по факту хочу поставить баллов 7-8 это все равно высокая оценка очень большая, за что я бы снял ребята, чисто и мховая кто-то за это, вероятно, вполне даже может быть что еще и добавит баллы ну давайте начнем то, с чего не нравится все-таки вот упругость у него несколько больше, чем я люблю для кого-то это несомненно плюс для меня это минусом не является но и баллы давать за это я тоже не считаю возможным а все остальное, ребята, меня удовлетворяет полностью есть в нем та мягкость, нежность, ласковость которую ты ищешь в синтетике он не настолько вот прям как файн или тот же самый там розораковский вот эти вот бибрюсы и прочее, прочее нет но в нем вот этого всего вполне достаточно чтобы подарить кайфовую работу во время намыливания нанесения пены но все-таки это не та штучка, как вот у Мюля не та вообще не та но при всем при том объем он держит мыло он взбивает великолепно на раз-два вот так пришел помазок покажи мыло сразу встанет ну в смысле пены ручка под кость симпсоны они ручки уже строгают больше 100 лет что мне вам рассказывать вы сами все это знаете и плюс вес на 100 грамм это он хороший а цена, цена вообще смешная за 23 миллиметра там что-то за 1000 рублей что ли нет, полторы-полторы по-моему а вот за 26 там да там ребята подороже там что-то 1950 что ли но для хорошей синтетики два косаря это что деньги я считаю что вполне себе приемлемое так, что-то я тебя тут загнул где-то что-то виноват помазок огонь Константин еще раз тебе огромное спасибо за такие вот вещи что ты возишь нам и нас балуешь ну и что осталось мужской выбор эпсилон ребята вы правильно сделали что вы завезли эту штуку потому что тот стереотип который сложился что вот там вот голубой, флой там вот все бегают за ним а вот вы не видели а вы не знаете а подскажите где можно купить а где можно достать ребята завязывайте вы с этим вы пока ищите то другое хорошее мимо вас пройдет вот же оно вот оно рядом совсем просто раз протянул так косарь на полку положил это у нас или там 15 евро положил и вот ааа там хрен положишь они там алкоголь не шлют ну вот тут уже ну короче где успеете где возьмете там ребята огонь великолепная шикарная штука какие у него плюсы аромат такой что он вас просто не оставит равнодушным это раз два он ну сколько ну там 30 секунд да ну не больше 40 секунд и все и у вас лицо сухое плюс уходовое у вас не тянет у вас все нормально у вас все хорошо и вот то что он оставляет на лице опять же не пойми из-за чего это радует я вот с такой штукой ну да я бы очень хотел подружиться в 4-х миллилитровой бутылке с грушей и как дать-дать по площадям а вот это было бы огонь он нежнее чем дежавюха алкоголя подозреваю здесь меньше и он менее густой то есть дежавю он понимаешь густотой и на тебя вот эта вот тайга упала и ты лежишь как из-под этого брена выбраться а здесь здесь адриатическая вольготность вот эта кто-то там в шортах пробежал кто-то в юбочке кто-то там бежал бежал там тесемочки сзади расстелизались ой пока завязывает бежит там попугай орут пальмы колочатся банан пизде кому-то наголо ну что-то такое разудалое понимаете вот ты на курорт приехал вот вот это вот это вот оно такое есть ну пожалуй что и все на этом разрешите с вами попрощаться добра, счастья, радости берегите себя берегите своих близких дай вам здоровья пускай у вас всегда всегда все будет хорошо ну а я потихонечку продолжу обустраивать эту студию надеюсь надеюсь к нашему обоюдному удовольствию ну все пока-пока подписывайтесь на канал до новых встреч субтитры